Сегодня мы начинаем влог не с кровати. Всем здравствуйте. Кстати, спрашивайте, почему ты дома ходишь в свитере и в носках? У нас на самом деле тепло. У нас может быть тепло, но просто мы выставляем минимальную температуру, градусов 20, и постоянно проветриваем. Поэтому ходим мы как будто зима. Надо почистить зубы, надеть линзы. Смотрите, кстати, какая красивая щетка у Дениса. Нереально крутая она. Такая красивая, такая стильная, черная. Но мне такой щеткой нельзя пользоваться. К сожалению, она электрическая. Вы знаете, что у меня зубы. Долгая история с зубами, короче, поэтому мне много чего нельзя. Поэтому у меня мягкая щетина. В общем, мягкая щетка у меня. Сейчас будем чистить зубы. Зато у меня есть моя щеточка. Ха-ха-ха. Такого Дениса нет. Возьмем еще пенку для умывания и пойдем умываться. С утра я делаю не полный курс, ну так сказать, отечения. То есть вообще щеточка сама подсказывает, когда остановиться и перейти на другую зону. Но я с утра ее не слушаю. То есть я просто вот так быстренько прохожусь. Потому что с утра, в принципе, кожа этого даже не требует. Вот вечером, конечно, да. Но зато я включаю другую сторону массажную и просто прикладываюсь к некоторым местам. Носогубные складки. Вот здесь вот. Там, где у нас морщинки образуются больше всего. И вот эта часть. Здесь, мне кажется, я просто всегда напрягаюсь. У меня там будет морщин раньше всего. Я прямо уверена. Вот это вот, знаете, палочкой. Я всегда о чем-то думаю. Всегда напрягаюсь как-то. И все. Прочираем салфеточкой. И наносим крем. И знаете, что я решила с вами с утра сделать? Накрасить брови краской. У меня есть такой наборчик для домашнего окрашивания. Ну, не обязательно для домашнего. Может быть, кто-то в салонах это использует. Но я делаю это дома. Нужна вот эта кисточка. Нужна вот эта кисточка. И вот эта штучка. Да. Сейчас будем творить. О, посмотрите, какой бардак. Это я зашла в гостиную. Я вам попозже расскажу, что это такое. Но, возможно, вы уже сами догадались. А может быть и нет. Это мои сборы в роддом. Я заранее собираю все сумки. Это попозже покажу. Я всегда делаю на глаз. Но я примерно помню, что вот этой штучки должно быть примерно в 5 раз больше, чем растворителя. Заменьшиваем. Я Денису, кстати, сказала, что сегодня снимаю влог. У нас сегодня выходной день. Он сказал, что тогда пойдем на завтрак. У нас же влог, у нас же праздник. А я уже, между прочим, достала творог. Достала йогурт и решила нам сделать полезный завтрак. Но я на самом деле не против. Он еще предложил потом погулять, сходить в наш любимый парк. Там есть уточки. Итак, что я делаю? Я размешиваю вот эту штучку. И потом наношу это средство на брови. Держу 10 минут. Примерно всегда, на самом деле. Когда я первый раз наношу, выглядит это вот так. Но мы не пугаемся. Такого не будет. Беру ватную палочку. И убираю ватной палочкой все лишнее. Вот то, что сейчас... Вот этот цвет, это не то, что будет в конце, конечно же. Отлично. Засекаем время. Очень симпатичная девочка. Удобно, что пока работает краска, можно сделать себе быстренько макияж. Вот я так люблю, когда, знаете, в одной палетке есть все. Я считаю, что только такие палетки должны существовать. Вообще, в принципе, очень тяжело с вами, на самом деле, говорить на серьезные темы с такими бровями. У меня палетка от Lamelle. Я вам как-то уже рассказывала, по-моему, что я для себя открыла этот бренд прямо недавно. Мне очень много продуктов оттуда нравятся. В особенности карандаши. Сейчас покажу. Вот такие вот гелевые лайнеры для губ. Если ищете хорошие карандаши для губ, это просто моя новая любовь. И вот этот нереальный продукт. Вы у меня спрашивали про него в Инстаграме. Я делала с ним видео. Какие у него красивые оттенки, шиммерные. Мой любимый золотой, который я добавляю везде и всегда обидно, как только им пользуюсь, по-моему. Вторая бровь скоро тоже будет готова. Пока вернемся к той палетке. Очень красивые здесь оттенки для скульптурирования. Я прям вот так вот их вместе замешиваю. Вот дает тень, знаете. То есть дает мне рыжину. Не как будто бы тебя стукнули в скул. А именно красивую тень. Я всегда немного форму лица. Если и здесь поправляю, то и по контуру прям тоже. Не знаю, насколько это дает видимый эффект, но я как-то привыкла, что если скулы наносим, то и всю форму лица. Все, я смываю вторую бровь. Круто, что это держится три дня. Но просто я сейчас хожу в бассейн очень часто, и у меня все смывается. У меня и маникюр разваливается очень быстро, и смывается краска с бровей. Ну что поделать, мне бассейн настолько нравится, что я его не променяю ни на какие брови, ни на какой маникюр. Кончик бровей я тоже немножечко подкорректировала, и в принципе мне очень даже нравится эффект. Давайте закончим наш макияж сегодняшний. Этот же золотой я нанесу в качестве хайлайтера. Из этой палетки я возьму румяна. И посмотрите, какие классные оттенки лаков. Это именно лаки для гук. Слышали когда-нибудь о таком? Это тоже ламель. Сейчас я сделаю свотчи, посмотрим с вами вместе. Но они такие прямо супер яркие, летние. Для тех, кто как раз таки от нюда уже успел устать. Смотрите, какие блестящие, очень красивые оттенки. Мне больше всех нравится вот этот, коралловый такой, и красный. Мне так нравится, как они блестят. Напишите, какой вам оттенок нравится больше всего. Вот здесь вот. Завершаю тушью и все. А то Денис меня уже заждался. Самые красивые завтраки в городе Екатеринбурге. Это мое. Это твое. Мы идем кормить уточек. Раньше мы тоже думали, что их нельзя кормить хлебом. И поэтому я им варила иногда кашу. Принесла пару раз перловку, пшено. Они не стали есть. И потом я нашла какую-то статью, которая опровергает то, что уточек нельзя кормить хлебом. Мне кажется, очень полезный контент у меня на канале. Но это важно. И что они точно так же это переварят к такую же перловку. И в итоге мы теперь тоже кормим уточек хлебом. Купили хлеб. Что за пятно? Что такое происходит? Скоро так же будем гулять. Не очень счастлив. Ничего. Мне потом для нарезки музыки нужны кадры. Для ручки. Ручку скорее. Смотрите на беременную вандалиху. У нас тут закрытый проход. Но мы здесь всегда... А, не только мы. Посмотрите, как много людей. Хотите три правила от Саши по сновой? А, я уже не по сновой, да? Но я всегда говорю по сновой. Три правила от Сашки. Как? Завести друзей. Принести орехов. Принести хлеб. Второе правило? Да, это второе правило. И третье правило. Сесть на лавочку в парке. И... Поверьте, у вас будет очень много друзей. Начинаем. А что морешки-то набрать? А что? Под белочкой. Смотри, зато какие они радостные. Надо было им семечки купить. Что-то я забыла. Семечки-то подешевле, чем орехи. Семечки-то подешевле. Мне пять лет. Мы поехали на пилат. Ты тоже будешь заниматься? Не. А почему ты едешь со мной? Везу тебя. Спасибо тебе. Расскажу про таксистов, которые не слушают мои пожелания. Я им всегда говорю, что вы везете опасный груз. И пожалуйста, поосторожнее на всяких там, знаете, трамвайных путях, на лежачих полицейских. Но они как-то не особо слушают. И все равно везут тебя как мешок с картошкой. И это очень... Очень неприятно. Поэтому я сейчас езжу только с Денисом. Может быть, мне разрешат что-нибудь там поснимать. Мы занимаемся на фитболах. Или фитболах, я не знаю. Ну, это, короче, мячики вот эти вот. Разгружаем спинку. Вообще, вы спрашиваете, на какой я неделе и что, когда там планируется. Я не знаю, когда выйдет это видео. Но сейчас у меня конец 38-й недели. 40 недель это как бы считается, типа, прям ок. Завершенная беременность, так сказать. Но можно, конечно, было уже родить, начиная с 37-й и до 42-й. Это считается нормально. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Девочки, вы сейчас не просто так видите темный экран. Мы просто уже дома, и я вам хочу кое-что показать. Еще три. Один, два, три. Та-дам-дам! Посмотрите, какой у нас здесь уголок. Боже мой, это коляска. Ну, я думаю, все видят, все понимают. Здесь стоит сейчас установка автокресла. Это как мини-люлечка. Но мы установим, конечно, автокресло просто в машину. А вот основная люлька для прогулок. Я чуть-чуть попозже Дениса попрошу установить ее. А вот там это вообще прогулочный блок. Нам пока еще рановато. Пока еще сидеть не научились. Пока еще даже не родились, конечно. Ну, в общем, это мы пока уберем на балкон. Но это коляска три в одном. Ее, собственно, хватает до трех лет. Я решила не покупать никакие розовые, там, знаете, прям супер девчачьи цвета. Но, тем не менее, вот этот такой золотой с бежевым получился, как мне кажется, достаточно нежным. Стильным даже. Вообще, обожаю бежевые, коричневые, кофейные цвета во всем. Обалдеть, какая она мобильная, конечно. Потому что это так удобно, что колеса просто вертятся во все 360 градусов. Не знаю, может, я второмодная, но для меня это какая-то заберновая технология. Пока что я вот так вот хожу и катаю колясочку по дому. А вот и тот самый бардак. Я вам обещала рассказать, что это такое. Девочки, не смейтесь надо мной, но мы поедем в роддом с чемоданом. Потому что реально вещей получается очень много. И все они необходимы. И так как планируем мы рожать с Денисом, еще нужны на него вещи. У нас все вот в таких прозрачных косметичках. Вот эта сумочка, например, именно на роды. Здесь уже подготовлена вода. Здесь для Дениса список, чтобы, если что, он быстро находил и давал мне, что нужно. Тут есть и чем подкрепиться, и водичка термальная, чулки компрессионные специальные на роды. И что-то по гигиене. Купили вот такой массажер. Я прям чувствую, вот я не знаю, от чего у меня такое ощущение, но я чувствую, что мне нужно будет что-то такое вот игольчатое, что-то такое прямо сильное на поясницу. То есть сейчас у меня поясница не болит, спина не болит, все нормально. Но я прям чувствую, что мне такое поможет. Чтобы обезболить немножечко. Здесь у нас уже пеленки и одежда для девочки нашей. Тут просто огромный баул по гигиене. Всякие штучки, всякие уже крема и для малышки, и для меня. Здесь моя одежда, там моя косметичка. В общем, все сейчас это буду собирать в чемодан. Вон там еще пакетик виднеется на выписку. То, в чем я буду выписываться, то есть спустя три дня в роддоме. Короче говоря, мы в полной боевой готовности. Осталось только все уложить в чемодан и, собственно, в нужный момент не забыть его взять. И там у нас еще целая горочка. Но это не в роды, это недавно мне пришла посылка. Если раньше я особенно радовалась посылкам с косметикой, со всякими там баночками, с кляночками, то сейчас еще больше меня радуют вот такие вот посылки. Знаете, все для детишек. Вот такие вот всякие наборы от нуля месяца. Это молокоотсос, термометр и для воды, и для воздуха в виде такой милой игрушки. Вот такие девочки у меня сейчас распаковки. И вот так примерно я провожу каждый вечер воскресенья. За планированием следующей недели. Делаю при этом маску для лица. Да, приятно и с полезным. Распределяю важные мелкие дела и задачи. Пишу заметки, сценарии, тексты для постов. И, я думаю, уже не так интересно показывать вам мой вечерний уход в сотый раз. Потому что там все по-старому. Так что давайте в этот раз закончим влог на такой вот рабочей нотке. Я думаю, что это был последний юбилейный влог из нашей серии. Очень надеюсь, что вам было интересно погрузиться в мой выходной день. И увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok